итак всем привет и в этом году мы возвращаемся в спеле много кто спрашивал много кто ждал вы сами знаете что было с прошлым сезоном поэтому начинаем те кто подписан на наш инстаграм знают то что машина уже куплена мы уже я вам скажу по секрету уже понемногу начали пилиться но сейчас бы я хотел рассказать небольшую историю как мы ее купили дело было в начале ноября и было это примерно вот так так короче всем привет новая серия это все-таки надеюсь будет из пиле top secret мы если вы не в курсе у нас произошло вот это вот событие этот самый даже не видел со стороны как она ездит уехала и мы пересмотрели уже порядка наверное машин 1520 проехали уже в общей сложности где-то в районе там полутора где-то 1200 там 1000-1200 километров ну пока что еще ничего не нашли но тут сегодня утром всплывает объявление интересный для нас вариант хороший год с небольшим пробегом по адекватному ценнику по разговорам с владельцем он владеет этой машиной уже 6 лет то есть как бы ну вроде бы все хорошо так что мы едем сейчас курганинск это 50-60 километров от армавира посмотрим что что там за машина то есть ну насчет покраски камеру приводит насчет покраски посмотреть что там как посмотреть хотя на самом деле как и всегда но бывает по объявлению по телефону машина прям кукла приезжаешь а там вот в общем короче ладно мы поехали нам тут немножко надеемся то что успеем полностью смотреть машину пока не стемнеет и уже почти четыре часа вечера сейчас короче ждем сказал то что сюда подъедет ох багажник у него хороший машина кстати я сказал то что она прям свежая но она относительно свежая для этой машины но это как бы на одиннадцатого года пробег 86 пол но она прям довольно таки свежая и так барабанная дробь едет мочит ласточка пушка пушка ну так вроде ничего выглядит грязненький правда капот помятый танцевали топ она сейчас посмотрим что дальше будет как дизелек да вон в бочину был битый ну да там этот герметик да отвалился короче беда и стойки вовлю короче чудо не произошло морда жарена была здорово 90 тысяч там 86 было написано в объявлении сейчас 89 но там этим пробегом и не пахнет короче морду был жарен так то что по вероятности аж крыша крыша сложилась то что стакан зашпаклеван больше двух тысяч прибор показывает на крыше крылья двери там и так все видно то что но все там шпакли триста четыреста пятьсот местами ну короче заднюю часть машины даже и мерить не стал потому что но там с мордой беда там в принципе и прибор не нужен был там и так было видно то что но он дрова поблизости больше ничего нету тут глянуть ну все а теперь можно поехать и купить машину в армавире это возможно мы сейчас может быть и сделаем а сейчас поедем еще в армавире там есть вариант посмотрим тоже вагон будет довольно-таки большим багажником просто есть кое-какие планы на него самый лучший вариант напоследок отложить но то самый нормальный мы так всегда делаем так же как получилось его прошлые машины с приборами только мы тогда накатали ну правда мы искали две машины мы накатали 1600 километров чтобы приоры купить и потом купили где правильно в армавире в родном городе это же вечер примерно такая же ситуация серега уже запарился смотреть эти машины но кому пересмотрели за конечно машин прыгну наверное приор 50 точно поедем посмотрим наверное уже к этому моменту стемнеет потом начнется в комментариях вот машину смотреть по темно как говорил один наш знакомый ну есть же для этого мойки где есть нормальная света есть прибор который покажет и мелкие микроцарапинки которые можно сейчас не заметить мне сейчас да по темному они заполируются то что не заполируются можно и при плохом освещении увидеть ну куда части покраски весь ровный по части покраски весь ровные правда да первая машина короче пока я отошел за рулеткой багажник померить подойдет нам или нет по факту до машины до колебаться не до чего до резины но пробег 85000 машинах резина еще заводская такого же года как и сама машина она уже прям под изношеная короче по сути конец резине этой ну и все полирует там такое то что это уже по желанию второй комплект зимки на литье если по сути все хорошо короче вот еду домой еду домой серёга уже дома с этим фордом не срослось это как не срослось нас то в принципе все устраивало уже как бы все хорошо с машины реально все нормально то есть никаких вопросов конкретных там что чего-то серьезного нет все отлично но тут тепло придумалось подумать до утра ты еще с ума сошел да он решил подумать до утра зачем что как непонятно ну ладно ждем до завтра самое интересное что мы посмотрели машину у нас все устроило по сути мы нашли до чего доколубаться на самом деле автомобиль хороший с небольшим пробегом без всяких косяков нюансов и всего прочего единственный косяк был это немного там соплину радиатор вот по сути мелочи это не радиатора самопробка ее подтянули все и до сих пор серёга ездит полгода никаких проблем нету так вот посмотрели машина подъемники все нас все устраивает говорим типа все давай короче мы сейчас тебе даем деньги пишем договор туда-сюда и тут такая ситуация не 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 отдам да что ты черт побери такое несешь он говорит давайте подозавтра ну ладно наступает завтра он решил то что мы какие-то то ли мошенники непонятно как он в нас увидел на машину только через переоформление хорошо через переоформление на заднем плане вам не видно фарда делает генератор снижает дело в том то что через госуслуги начали записываться в гаи бюджели госуслуги не получалось записаться в итоге несколько дней потом выходные все вот эти дела в итоге это затянулось где-то на неделю да потом уже через общих знакомых которые есть у меня этот общий знакомый сказал ему то что мы нормальные адекватные не кидала ничего и то он с горем пополам скрипя зубами уже отдал нам машину и вот может за это время уже думали может мне стоит ее брать может уже что-то искать другое на самом деле в этом бюджете то что там то что нам нужно более менее подходящего ну реально не было в радиусе там не знаю 700-1000 километров готовы были съездить да если было бы что-то стоящее и нормально но к сожалению было вот так ладно перейдем дальше к системе что у нас будет это будет 4 битнахи какие он покажу в процессе постройки чуть позже это будет один усилок это будет монобрейн аура во-первых есть вопрос по поводу давления потому что те кто пилили форды то что это очень сложный автомобиль для того чтобы добиться в нем реза но нам чтобы ну по сути там не привыкать как бы не первый раз уже топчем так сказать новую дорогу я понимаю то что передняя часть автомобиля по басухе может быть не совсем хороша потому что длинная панель глубокая датчик будет находиться далеко от моторного щита скорее всего это будет играть в минус но по факту там конечно же посмотрим второй момент это головой стекло что с ним делать пока неизвестно потому что как опять же говорят многие 150 с копеечкой и она выходит из чата там что-нибудь придумаем вибра там не вибра может быть не знаю может получится так то что нас волна ляжет таким образом то что фиг его знает на приори лобач вообще стоял на месте так же как и крышка багажника допустим вся машина на почти не flex ну и одна из проблем еще одна которую может почти решили это маленький багажник 4 битнахи разместить багажнике но оказалось таки проблемы но она почти решена вон он стоит следующая серия видите он уже готовый касательно фронта да для наших проектов это немного необычно но фронт в этой машине будет это будет 6 20 4 пищалки и 3 усилка на фронт подробности потом так ладно давайте мы на этом на сегодня и закончим ролик я так думаю выйдет скоро по идее потому что часть материала уже отснята часть того что мы делали постараемся выкладывать ролики можно чаще вот постараемся ролики выкладывать как можно чаще ну все на этом пока всем до свидания